Добрый день, Серёжа! В тех вопросах, которые всех очень сильно интересуют, о происходящих событиях в нашей стране, отчасти даже за её пределами, вот, так что не пропустите, тем более, что мы совершенно точно заявляем, этот канал, наш ТВ-клуб, работает без цензуры, равно как и радио, на котором мы сейчас, народная волна. Добрый день, Серёжа! Что произошло под утро сегодня? И я прочёл только несколько твитов, прежде чем мы начнём разговор. Итак, грабежи и беспорядки начались сразу после полуночи и продолжались почти пять часов. Многие детали показывают, насколько всё это было хорошо организовано. Люди прыгали сквозь разбитые окна и двери магазинов по Мичиган Эвеню, неся сумки с товарами. По мере того, как толпа росла, машины высаживали больше людей, был замечен как минимум один тракт сообщает «Чикаго Трибюн». Люди массово высаживали, людей массово высаживали, как будто это было очередное утро около школы, правда, школы мародёрства. Сотни людей, они действовали организованно и все сразу. Это не было спонтанно. Это один твит, нами переведённый. И ещё один прочту. Безусловно, хаос — это самая главная цель левых. Эти внутренние террористы жаждут не только грабежей. Это не просто наживы. Ради наживы им нужна социалистическая революция. Они требуют хаоса, разрухи, огонь и отчаяния, неудобств. Как вы понимаете, сегодня, да, пойдёт опять речь о том же, о чём мы практически вынуждены говорить все эти последние месяцы. О том, что в стране происходят, как хотите, кто-то аккуратно говорит протесты, кто-то говорит беспорядки, мародёрства, грабежи. И мы все законопослушные граждане, и мы все, кто хочет. В первую очередь законности, порядка и нормальной жизни вынуждены постоянно говорить о том, что происходит на улицах наших городов. Итак, сегодня на связи Нью-Йорк наш друг, наша подруга Елена Пригова, журналист, блогер, активный участник движений, которые возникли тоже не случайно. Но в отличие от вот этих грабительских, они возникли в поддержку полиции. Так вот, Лена очередной раз участвовала в такой акции, о которой она наверняка расскажет. И это делается под маркой Blue Tuesday, то есть это такой уже узнаваемый бренд, я бы сказал. Это люди, которые выходят добровольно, в своё свободное время, отнюдь не за деньги, как вы догадываетесь, поддержать полицейских. Лена, добрый день. Добрый день, Чикаго. Добрый день, мир. Я смотрю, ты прямо в рубашке цветов полиции, это прямо флаг полицейский. Очень приятно его видеть, потому что... А меня? Ну, это само собой. Особенно тебя во флаге полицейского. Я хочу вам сказать, друзья, что время молчаливого большинства, оно остаётся временем молчаливого большинства. Потому что люди чего-то ждут, я не могу понять, чего они ждут, я не могу понять, они на что-то надеются, что что-то рассосётся или что-то изменится. Изменится и рассосётся. Надо начинать активно действовать и проявлять свою позицию, гражданскую позицию, пока это можно сделать. А вот те погромы, которые происходят в больших городах, ну, сейчас в Нью-Йорке не так громят, как у нас другие проблемы. Если в России это дураки и дороги, то у нас дураки во власти, ещё раз дураки во власти. Потому что дороги зависят уже от тех дураков, которые нас ведут по этим дорогам. Так вот, то, что касается Америки, больших городов, я не знаю, как в провинции Америка себя ведёт. Потому что в провинции, наверное, всё тихо, спокойно, потому что провинция любит размеренность. А города большие кипят, кишат всем подряд болезнями, нелегалами, беспорядками. Если в городе что-то ещё нормально, то в этот город завезут вам болезни, нелегалов и беспорядки. И паразитов. Ну, паразитов, само собой, потому что я не знаю, как в Чикаго, но я знаю статистику Нью-Йорка, 100 миллионов у нас платится на нелегалов и на их лечение в год. И вот эти деньги, которые мы платим, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать. К сожалению, наши власти ничем не отличаются от власти в Чикаго. У нас деблазио, у вас лайтфуд. Да, этим всё сказано. У вас сапога парой. Я не знаю, насколько они пары, насколько они сапоги, но то, что это люди не на своём месте, и, к сожалению, этих людей не на своём месте, избрали люди, которые должны были бы подумать, каково место этих людей в истории их городов и страны. Но пока что у нас идёт абсолютно деструктивное всё, к чему прикасаются руки наших загребущих, тех, кто очень любит социализм и тех, кто любит перераспределение благ. К сожалению, это так. Но вернёмся к тому, что происходило вчера в Нью-Йорке, а до этого, 28 числа, я участвовала в такой же акции, только уже в Филадельфии. Ну, если бы Чикаго было немножко поближе, мы бы, наверное, в Чикаго поехали. Но как бы за ночь не успеем туда обратно смотаться, поэтому вы уж как-то сами. А мы показываем пример. И пример мы показываем уже давно, потому что Нью-Йорк первым проснулся, и вот эта акция, которая называлась Blue Tuesday, она уже давно переросла в себя. Она уже давно стала общенациональной, потому что люди присоединяются по всем городам большим Соединённых Штатов Америки. Я это уже видела, потому что капля долбит камень не села на частым падением. Вот эти маленькие капельки, они уже собираются в реку. Я вижу эту реку, я вижу направление этой реки. Каждый раз, когда приезжаешь в какое-то новое место и видишь акцию поддержки полиции, А я хочу повторить, что вот недавно была такая же акция уже в Лос-Анджелесе. Казалось бы, Лос-Анджелес такой синий-синий, а он оказался не совсем синим. Там оказалось достаточное количество людей, ну как подсчитали, их было почти около тысячи, собственно, в Беверли-Хилл столько, немножко меньше. Но люди пришли, люди проснулись, и они начинают просыпаться. Вот это молчаливое большинство разъяренных послушных граждан, законов послушных граждан, которые устраивают все в рамках, опять же, закона и той первой поправки, которая есть у каждого. К сожалению, эта первая поправка как дышла. Если у вас где-то в Калифорнии разрешили рядом с БЛМ и просто сняли вот эту надпись БЛМ, а замазали на асфальте, поскольку посчитали, что улица – это не общественный форум, а адвокат просто иск предъявила городу и потребовала рядом написать Blue Lives Matter, ну, тогда решили снять и Black Lives Matter. Ну, хоть так. У нас с нашим Деблазио не совсем везет, потому что когда хотели написать то же самое по поводу Blue Lives Matter, он не разрешил. Но зато регулярно закрашивает вот эту большую надпись, которая находится возле Трампауэр, регулярно, потому что уже несколько раз на эту надпись покушались. Причем покушались не совсем даже белые люди. Покушались те, кто имеет черный цвет кожи. Это две совершенно потрясающие женщины, перед которыми я преклоняюсь, которые, ну, это верующие протестантские, в общем-то, евангелисты. Они четко и ясно сказали, что только Jesus Matters. И они закрасили вот это Blue Lives Matters. Они путешествуют по Америке и далее, как на прошлой неделе, они были уже в Сан-Франциско, в отчине Пелоси. И очень интересный репортаж оттуда провели, потрясающий репортаж. Они целый час показывали то место, за которое отвечает перед народом нашей страны госпожа Пелоси. Но госпожу Пелоси, что уж ей там, зачем ей, зачем ей Сан-Франциско, ей королевство побольше нужно, поэтому она и правит в Вашингтоне, подальше от своей отчины. А у нас очень неравнодушные еще две женщины, которые заодно являются транссексуалами, выступают под вот этим разноцветным радужным знаменем. Они мало то, что транссексуалы, еще и одна из них, когда ее арестовывали, она сказала, что она ВИЧ-позитивная, но очень активная и очень за Трампа. Буквально вот везде я ее вижу. Ее зовут Джулия Джерманотто. Я с ней познакомилась случайно на протесте. Она протестовала возле мэрии Нью-Йорка, вернее, возле резиденции нашего мэра. И мы познакомились на протесте. Вообще протесты дарят какие-то совершенно непонятные знакомства с совершенно интересными людьми с точки зрения протестов. Потому что это люди, когда мы видим людей, которые выступают против того, за что боремся и агитируем мы, это мы видим один протест. А я уже вижу на протяжении нескольких протестов людей, которых я раньше видела. Вот вчера, например, я познакомилась с человеком, которого я вот фоллоуала, следила за тем, что он пишет, в Фейсбуке. А потом я смотрю, и стоит вот такой парень, черный, чернокожий, очень знакомое лицо. Я стала слушать, о чем он говорит. А он оказался вот таким Кристофер Райт. Если вам интересно, наберите в Фейсбуке Кристофер Райт. Чернокожий, умничка, консервативный парень, который расставляет все по своим местам. И мы с ним договорились, что теперь мы вместе будем ходить на акции, которые организовываем мы, и на акции, которые организовывает их группа. А самое главное, когда я сказала о капельках и реке, то произошло уже и происходит слияние всевозможных групп, которые собирались раньше исключительно в Фейсбуке, в интернете, в социальных сетях. Они теперь оживают. Они из виртуала переходят в реальную жизнь. И я вижу, как вот буквально неделя, каждую неделю идет вот это слияние. Я вижу, как в разных районах появляются люди, которые действительно организовывают. Это одни и те же организаторы из разных групп. Но группы уже приходят слаженно. И вчера у нас уже тоже тысяча человек тоже собралось. Казалось бы, лето, жара, у нас влажность стопроцентная, 100 градусов по Фаренгейту. Можно было бы на пляже сидеть, можно было бы вообще из дому не выходить, потому что под кондиционером уютнее. Но люди пришли. Люди пришли, и я обратила внимание на количество молодых и чернокожих ребят. Вот именно молодые, чернокожие, которые очень боятся вот этого defunded police. Они очень боятся, что с полицией снимут финансирование, потому что они на себе прекрасно понимают, что такое разоружить полицию сегодня. Разоружить полицию сегодня, это значит попасть в ту страну, с которой мы в 70-е, 80-е пытались уйти. В страну хаоса, в страну разбоя. Потому что везде, где перестает работать нормальная полиция, там происходит беспредел. Не мне вам рассказывать, вы прекрасно знаете, что происходит в вашем Чикаго. У нас тоже не лучше. У нас Нью-Йорк взлетел в статистических данных убийств, ранений и всего прочего. И что делает наш прокурор штата? У нас есть такая потрясающая женщина, чернокожая, Летиция Джеймс. Я с ней тоже познакомилась как-то на одном из фандрейзингов. Она отметилась первый раз и прозвучала громко, тогда, когда сразу после избрания Трампа президентом Соединенных Штатов Америки, она организовала в аэропорту JFK протест против вот этого бана. Если вы помните, был такой бан. Тогда запретили въезд в страну представителям нескольких стран мусульманских и они назвали это мусульманский бан. И не важно, что, в общем-то, по поводу этого бана говорил в 2015 году и писал и сделал это все Обама, но Летиция Джеймс собрала людей под антитрамповскими знаменами. Ей это удалось. В Нью-Йорке это запросто удастся. Вот под другими знаменами собрать людей это уже сложнее. А под антитрамповскими прибегут. Так вот, Летиция Джеймс недалее, как на прошлой неделе решила потягаться с нашей НРА, с той организацией оружейной, которая, в общем-то, поддерживает республиканскую партию, которая является частью нашей партии. И она решила потягаться со второй поправкой. Она решила лишить граждан Нью-Йорка. Это говорится не только о городе Нью-Йорке, потому что она прокурор штата. Вот нашего законного права на вторую поправку. И когда это делает прокурор, то мне сразу становится страшно. Потому что инициатива от прокурора неконституционная, говорит уже о многом. На конституцию давно наплевали, давно ее растерли, и она как дышла. Вот так вот. Вот такие вот мысли меня посещают каждый раз, когда я бываю на акциях защиты полиции. Потому что наши города оголяют. Мы остаемся один на один вот с тем беспределом, с той графой, которую нам предлагают не заполнять. Это графа защита нас от бандитов, защита нас от преступников, нас лишили наших законных прав. Что делать в этой ситуации? Во-первых, голосовать против, во-вторых, устраивать коллективные иски, так называемые класс actions, и не молчать. Потому что помните, что вы сегодня промолчали, вчера вы не пришли, позавчера вы не проголосовали. Вы страну сами отдаете тем, кто ее будет продолжать разрушать. Вы прекрасно понимаете, что мы дело имеем с идеологией, с идеологией не сражаются молча. Идеология требует контр-идеологии, которая должна звучать, и нужно разговаривать, разговаривать, разговаривать. Я уже говорила, я еще раз повторюсь, если я призываю кого-то к чему-то, я иду сама туда, где происходит какой-то протест или акция поддержки, потому что мы живем в гражданском обществе. И если кто-то скажет, бесполезно в Чикаго или бесполезно в Нью-Йорке голосовать, потому что все равно демократы, все равно левые, все равно никакой перспективы. Вот при таких мыслях никогда никакой перспективы не будет. При таких мыслях добровольно поднимают белый флаг и идут сдаваться. Но когда я говорю о молчаливом большинстве, я прекрасно понимаю, что люди настолько сейчас недовольны тем, что происходит. Я знаю, какое количество людей, которые были зарегистрированы демократами, теперь подают заявки и переходят в республиканскую партию. Я это знаю от представителей республиканской партии, которые мне просто показывают, сколько чернокожих или латиноамериканцев просто подумали о своей жизни. Они подумали, что эту жизнь вот эти руководители, которые сегодня есть в наших городах, они им не обеспечат. Поэтому знаете, как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Тем более у нас есть еще пока лодки и у нас есть весла. Это наша конституция и наши права. Помните об этом и не молчите. Да, это было здорово сказано, но говоря о руководителях, я позволю себе еще один твит зачитать, еще переведенный по событиям в Чикаго. И в общем, почему я говорю два сапога пара, ну, можно по-разному назвать, но не хочу углубляться, потому что может совсем что-то непечатное выйти из недр наших. Поэтому лучше мы избежим этого. Итак, ежедневно обычных американцев нужно наказывать, заставлять страдать за наши в кавычках буржуазные грехи. А люди просто хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят наслаждаться плодами своего тяжелого труда, жить достойной, спокойной жизнью. А тем, кто задается вопросом, на чем сосредоточила внимание мэр Чикаго Лори Лайтфуд в эти выходные, когда организовывались эти террористические акты, то она занималась тем, что отчитывала молодых людей, которым коронавирус не угрожает больше, чем простой гриб, за то, что они отправились на пляж. То есть, человек, в чьих руках город, человек, который открыто может высказываться по поводу президента в самых выражениях непечатных, она абсолютно, я думаю, имея информацию, заявляю это не потому, что я видел, что ей такую информацию на стол положили, а по каким-то внешним признакам, я не говорю, что погромщики координируются с мэрами, но мы знаем, что, как правило, эти погромщики и все их действия происходят от неких все-таки центров, которые снабжают их деньгами, вот-вот всеми автосредствами и прочими вещами, кирпичами, вот как было в Нью-Йорке, и допустить того, чтобы хоть какое-то там, ну, скажем так, хоть какое-то сообщение в мэрию или в полицию не пришло, что готовится такой вот акт, что произошло в Чикаго, что происходило в Нью-Йорке, хотя сейчас многие говорят, что это на спаде, но нет спада, и вот с такими руководителями мы, увы, живем, а мы живем потому, что, увы, их выбрали демократическим абсолютно путем. ну, хорошо, друзья, мы продолжим наш разговор уже после рекламной паузы, оставайтесь, если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, мы готовы отвечать на них. продолжаем нашу программу, напомню, телефон в студии 847-400-5200, в этом сегменте вы можете звонить, задавать ваши вопросы, и наши ведущие постараются на него. И, кстати, у нас уже есть звонок, если вы не возражаете. Да, спасибо, я только напомню, что с нами Елена Пригова, Нью-Йорк. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, с чего я боюсь? Что вторая поправка действует не только для нас, но действует и для черных. И они сейчас уже не те черные, что были. Они организовываются и могут создать милицию. И, может быть, начнут грабить не с помощью машин, а с помощью автомата. Хорошо. Спасибо. Ваше мнение. Хочешь прокомментировать? Хочу прокомментировать. Пожалуйста. Я сейчас услышала мнение человека, который сразу взял граждан на белых и черных разделил. Мы говорим о том, что у нас конституция и разница всех абсолютно перед законом. Этот закон действует абсолютно для всех граждан. Когда вы подчеркнули, кто какую милицию организовывает, да, эта милиция уже есть. Да, эта милиция уже есть. Но эта милиция вовсе не защищает именно черное население, чернокожее. А эта милиция построена совершенно по другим принципам. И эта милиция это есть элемент вот той марксистски подготовленной деструктивной силы является орудием в руках абсолютно белых людей. Я хочу вам сказать, чтобы вы просто знали. Потому что Антифа и БЛМ это те организации марксистские, которые задуманы и проплачиваются в своем большинстве белым населением. Больше того, там очень много евреев, которые являются мозговым центром того, что происходит. Присход заметьте. Да, вы понимаете, у нас еще есть наша пресса дорогая, которая исключительно левая в любых вопросах, потому что она будет предвзята к любому черному консервативному или просто республиканцу, придерживающийся каких-то центристских взглядов. Просто проанализируйте, посмотрите программы MSNBC, CNN, и вы поймете, что не в цвете кожи дело, а подчеркивание цвета кожи как раз говорит о том, что у нас немножко перекошен взгляд. Потому что я познакомилась с потрясающими людьми, с темнокожими американцами, которые знаете, вот на этих протестах проявляется очень многое. И переоценка ценностей идет и понимание, что все люди делятся на порядочных и непорядочных. Все люди делятся на плохих и хороших, честных и бесчестных. И вы не замечаете цвет кожи, как бы вам не навязывали вот этот лозунг BLM, потому что за этим лозунгом ничего черного нет, потому что за этим лозунгом стоят совершенно другие идеи. Это идеи уничтожения вот той цивилизации, в которой мы находимся. Пропочитайте. Есть очень много литературы, которая вам подскажет ответы на все вопросы, которые у вас возникают. в том числе и по второй поправке. Сережа, на съезде вам кищу? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу с вами я вполне согласен, что Гресс-Рут движение это очень хорошее сильное движение и в свое время, когда была Обама, вы помните партия Чайпития, которая была тоже, и Гресс-Рут, но с другой стороны, когда очень была большая помощь, помните, Сарапеллом, которая не стала вице-президентом, она очень тоже большого усилия для того, чтобы организовать это по всем штатам. А сейчас я просто не знаю как в Нью-Йорке, я думаю то же самое. Просто я как в Чайнах Республиканской партии и в Чайках, и в нашем и в Одиннайсе. Такое чувство, что у нас вообще нет республиканцев. Такое чувство, что у нас вообще и на уровне Конгресса, и на уровне сенатора нет у нас. У нас нет. В принципе, есть только движение Гресс-Рут, все остальные, которые стоят по власти, их все устраивают. Абсолютно. Вы посмотрите, наоборот, движение против Трампа, республиканцы забираются, которые против Трампа, которые бывшие его сторонники сейчас против Трампа выступают. Понимаете, получается, то, что только Гресс-Рут, я с вами согласен, но все-таки это должно быть в какой-то степени идти от республиканской партии, никакого должно быть. А у нас, получается, у нас вообще нет. У нас демократов с республиканцами одно и то же. Спасибо за ваше мнение. Можно на рассмотре еще так? Хороший вопрос затронул наш Радио Абсолютно. Абсолютно. Да, потому что разговор о республиканской партии, мы много можем сказать о демократах. Лен, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что если бы республиканцы не вели себя пассивно, то, возможно, демократы не были бы настолько агрессивны. Потому что мы говорим о тех республиканцах, которые являются практически все они, вот те, которые у нас сидят в Конгрессе, это все профессиональные политики. Профессиональный политик, который сидит десятилетиями на своем месте в Конгрессе или в Сенате, он расслабляется. Ему интересы собственного кармана, собственного авторитета и ему власть дороже всего остального. Поэтому каждый будет из них держаться правдами и неправдами за свое теплое место, за свою синякуру. И не надо обольщаться. Люди, попадающие в политику, у них меняется состав крови и ген. У них другой, у них испорченный ген, в котором есть вот самое деструктивное, то, что называется, генполитика. Это почти люди, они почти такие, как мы. Почти. Но они другие. Очень хорошо, ты заметила почти. У нас есть еще звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый. Во-первых, я хочу выразить свое глубочайшее уважение к Елене. Я не пропускаю ее ролики, она умница и большой молодец. Ну, вот она сказала о том, что вот у нас есть Конституция, и вот надо ее соблюдать. Но я вот не могу понять. Я уже 30 лет уехал из Союза, и я еще помню, что когда я уезжал, по-моему, была там большая свобода, чем сегодня у нас в Америке. О какой Конституции вы говорите? Когда еще 17-го года, 17-го года было, я имею в виду 2017-го, когда Иоанн Ванштейн говорил, что вся это, все то, что против была Трампа, все это полная фигня. Были документы, доказательства, тем не менее, два года продолжался испичмен. Когда у нас нет сегодня Конституции, или есть только для республиканцев, только для демократов, республиканцев Конституции не касается абсолютно. Спасибо, извините, у нас не так много времени. Лена, что есть слова. Я, во-первых, вам благодарна за теплые слова, спасибо. Я хочу вам сказать, что то, о чем вы говорите, мы законопослушные граждане. Вот этим мы отличаемся от вот того противоборствующего закону общества, в который нас стягивают вот те протестующие против всего, те заседающие в Конгрессе и плюющие на закон, законодатели, наплевавшие на закон, преступники. Поэтому мы имеем сейчас дело с теми, кто плюет на законы, кто их переписывает. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим о том, что у нас идет гражданская война, а у нас она идет уже давно, она идет тихая пока что, холодная стадия, но она идет эта война, и никуда вы не денетесь. Что мы можем противопоставить вот тому беззаконию, которое творят демократы? Тоже беззаконие? Скажите, пожалуйста, кто тогда из нас будет прав? Когда мы на беззаконие отвечаем беззаконие, мы тем самым втягиваем себя в большой хаос. Кто-то должен в этом разговоре быть вменяемым. К сожалению, те республиканцы, которые должны быть вменяемы, я уже об этом сказала и повторюсь, они не совсем вменяемы, они отпускают и отдают свои позиции. Они отдают улицу за улицей, город за городом, штат за штатом. Вот это самое страшное, что может быть. Потому что нужна принципиальность, нужно единство. Посмотрите, насколько едины наши демократы. Почему за них голосовать нельзя? Да потому что даже если вы голосуете за вменяемого человека, который в общем-то под синими знаменами демпартии идет, да, он вменяемый, но в результате это превращается, что вы все равно будете голосовать за Рашиду, за Рашиду Тлаиб, например. И, кстати, мне очень приятно сегодня сообщить нашим радиослушателям то, что вот эта не совсем адекватная дама, она признана этикой нашей в Конгрессе. Она нарушила этику. Она залезла в карман своей же избирательной кампании и использовала деньги в личных целях. Поэтому не надо обольщаться. Как только мы видим социалистов, коммунистов и прочих леваков, это значит будет, что они очень хорошо умеют в карман положить чужое. Не обольщайтесь. А еще раз я подчеркну, не надо призывать к беззаконию, если мы говорим о законе. Все должно быть законно. Лена, я согласен совершенно здесь с тобой, потому что иначе получится, чем мы отличаемся. У нас есть звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, я хочу стопроцентно поддержать вас в том, что вы сказали, что есть только порядочные и непорядочные люди, и, конечно, цвет кожи здесь не имеет никакого значения. Я 10 лет работала с черными, среди них были мерзавцы, но очень много было замечательных людей, о которых у меня остались самые светлые, самые теплые впечатления. И поэтому вот этот стереотип, что нам навязывают, что все черные плохие, это тоже нехороший стереотип. Мы должны понимать, что только как вы сказали, есть порядочные и непорядочные, а цвет кожи это уже второе. Спасибо за ваше мнение. Спасибо большое. И за вашу позицию. И за позицию, потому что... Только так, мы единый народ, мы единая нация, просто нас пытаются столкнуть. Вот 13% чернокожего меньшинства специально же подняли на щит, дабы разрушить страну и единство, потому что разделяй и властвуй. Это самый главный принцип. Вот нас разделили, теперь к власти приходят те, кто нас делит. И тут не о цвете кожи вовсе, абсолютно не о цвете кожи. Цвет кожи может быть любой, просто когда хотят разделить, будут бить самому больному месту. Ты сама же привела пример с двумя девочками белыми, некоторые участвовали в против... Да, это было вчера, я могу просто повторить. Я рассказывала, дело в том, что вчера на встрече очень интересный момент. Было очень спокойное митинг в поддержку полиции, очень спокойное. Митинг организован разными организациями, поддерживающими полицию, это американские граждане, туда приходят все, потому что мы такие же русскоязычные, но мы граждане Соединенных Штатов Америки, мы любим нашу страну. И все было тихо, было спокойно, очень много было чернокожих ребят, которые пришли, которые в красных шапках мага были, очень много было и религиозных евреев, и нерелигиозных, и китайцев, и представителей Латинской Америки, это люди, которые поддерживают порядок, и это люди, которые страдают от беззакония, от того, что нет полиции. Так вот, в конце уже, когда все расходились, какие-то две девочки, совершенно беленькие, лет по 17, ну максимум 18, они стали отстаивать права черных, они были без всяких знамен, но они просто сказали, что мы уроды, что мы подлецы, что мы не поддерживаем черных, а поддерживаем полицию. И все, этих девочек проигнорировали, вообще проигнорировали, потому что взрослые люди смотрят на детей, которые не получили нужных знаний, нужного образования, ну как, ну дети малые, ну подумаешь. Так вот, пресса написала, я даже прочитаю, что выдала, очень много прессы было, как правило, на эти мероприятия приходят теперь в большом количестве представители второй древней, которая уже давно превратилась в первую древнюю, и мне, честно говоря, стыдно, потому что я тоже журналист, мне стыдно видеть это все, и вот то, что о мирном совершенно протесте написала и сняла сюжет «Police supports BLM, protesters clash at rally at Marion Park». Все, ни одного слова правды, ни одного слова правды. И вот это подается нам, вот этот яд лжи, он вкладывается в сознание каждого человека, который открывает современную американскую газету или включает радио, некоторые каналы, потому что, ну, на радио еще есть более-менее порядочные и консервативные радиоведущие, а вот на телевидении их практически уже не осталось. Так что, господа, всегда думайте, всегда анализируйте, потому что не бывает, знаете, не бывает вот белого и черного, бывает всегда что-то посредине. Правда, она вот такая, потому что немножко лжи, это уже, знаете, полуправда, полуправда это ложь, я просто постоянно об этом говорю. Ну что, еще звонки какие-то есть? Ну, есть и звонков, нет, мы продолжим свой разговор, дело в том, что, да, пресса, от нее ждать мы давно уже ничего не ждем, то есть те, кто в мейнстриме, они, у них чистый Оруэлл там и другого нет, хотя даже вот достопочтимый Нью-Йорк Таймс и то произошли какие-то, как мы знаем, интересные... Достопочтимый? Ну это я же с сарказмом говорю, вот, а у нас есть звонок, хорошо, попробуем его принять, дальше продолжим. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, ну вот я вот уже почти 4 года придерживаюсь этой точкой времени, что если не при нем, то из-за него в скобках. Так. Ты понял? Я не очень, но если есть еще звонки, мы можем принять, а если нет... Я тоже не совсем поняла из-за него или не при нем, но вы понимаете, я могу догадываться только при коме... Не-не-не-не, мы здесь ребусы решать не будем, мы, в общем-то, люди с воображением, но простые. Давайте попробуем еще звонок принять. Давай, давай, пожалуйста. Слушаем вас. Или гражданская война, или мировая. Трамп. До свидания, спасибо. До свидания. А, вот так. А, понятно. Все понятно. Ну что я могу сказать? Ну я могу сказать, когда люди вот так вот голословно что-то произносят, я хотела бы доказательства услышать, а беседовать, продолжать беседу бездоказательную, я считаю, это потраченное зря время. Я прошу прощения, уважаемый радиослушатель, это не уровень дискуссии. Давай мы не будем терять времени. Я бы хотел все-таки вот насчет диванных стратегов поговорить. Потому что я часто слышу от тех или иных людей, даже в адрес, в том числе твой, в том числе тех, кто неравнодушен. и ты слышишь это. Постоянно. Фразы звучат примерно. Ну что и больше всех надо? Или да это все бесполезно в наших демократических штатах. И тогда я тебе целый перечень могу дать. Я тебе могу дополнить этот перечень? Да, я понимаю. Вот. И хороший вопрос. Ну ей же не платят за это. Или наоборот кто-то. О, наверное же Трамп где-то какими-то раздает конверты. То есть люди вместо какого-то действия особенно меня в данном случае волнуют не те, кто на той стороне как говорится реки, а те, кто казалось бы думает и полагает равно как и мы, что страну надо в общем-то как-то спасать. Так вот, что ты можешь ответить таким стратегам? Могу ответить очень просто. Я всегда думаю о себе. Я эгоистка. Я думаю о себе, о своей семье, о своем будущем, о своей стране. И вот когда я вижу вот это свое, как Маяковский писал улица моя, дома мои, так вот я тогда иду и делаю то, что я сделала бы сама для себя, для своей семьи, для своего дома, для своей улицы, своего города и своей страны. Я хочу, чтобы у нас было хорошо. Я хочу, чтобы у нас было тихо. Я хочу, чтобы у нас было мирно. Я хочу, чтобы моя страна не отклонялась от центра и была страной демократической для всех. Чтобы это была та республика, за которую мы всегда голосовали и голосуем. Потому что мы хорошо помним, что мы обещали, когда мы клялись этой новой нашей стране, в том, что мы будем ее защищать. И если надо, мы будем защищать ее с оружием. Просто для меня, может быть, для некоторых это пустые слова, для меня клятва это не пустой звук. Точно так же, как каждый день, начиная с детского садика, мой ребенок приносил клятву флагу. И там есть очень хорошие слова, очень правильные слова о том, что эта страна для всех. Эта страна равных. И вот поэтому, когда мы говорим о равенстве для всех, это самое главное, что я иду защищать. На сегодняшний день на мои права очень сильно наступили. Их хотят у меня забрать. Мои права. И я иду их защищать. И таких, как я, с каждым днем будет все больше и больше. Когда мне говорят, что мы ничего не можем сделать в наших штатах. Да, когда-то эти штаты тоже не были синими. Когда-то они были другого цвета. Некоторые были красными, потом они постепенно становились сиреневыми, потом они постепенно бордовыми, бордовыми, извините, а потом они постепенно становились синими. Потому что, когда высоту покидает отряд, который ее должен защищать, эту высоту захватывает противник. Никогда не отдавайте ни пяде своего, потому что Америка на этом построена. Мы все состоим из индивидуумов, мы все состоим из разных людей, которые защищают каждый свое, вместе мы являемся одним целым. Помните об этом, это самое главное. А я иду сражаться, потому что есть люди равнодушные, а есть люди неравнодушные. И, честно говоря, мне не нужны аплодисменты, мне не нужно ничего, потому что я иду защищать свой дом. Защищать свой дом за деньги нельзя. Защищать свой дом можно только сердцем, своими, своими поступками, своими делами. И если сегодня в нашем штате, я надеюсь, что в вашем тоже, уже есть люди, которые переходят из партии демократов в партии республиканцев, потому что они видят, знаете, как дерево по плодам познается, они видят плоды вот этого синего дерева, объедаемого ослами. Они это видят, и они хотят отдать это дерево слонам, потому что слон просто сверху листья приест, но он не тронет корни и не разрушит это дерево. И вот таких людей становится все больше и больше. А для того, чтобы стали видимы, мы должны просто идти и записываться в республиканскую партию сегодня. Это единственное, что является гарантом того, что мы еще немножко поживем в той Америке, в которой мы приехали. Или, по крайней мере, голосовать за нее. У нас есть звонки, Сереж? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить у вас о нашей комсомолке Александре Картесе, чей авторитет растет. Уже она легко переберется в этом году в Конгресс, и я боюсь, что через два года она легко победит нашего Шумера, но я думаю, что у нее амбиции более высокие, и она нацелена на Белый дом. Вот, почему она на данном этапе поддерживает Байдена и, допустим, Сюзан Райф, если они выберутся самопрезидентом кто-нибудь из них, допустим, Сюзан Райф, допустим, то она же не допустит, чтобы через два-четыре года Александра начала свою активную деятельность против. А если победит Трамп, то она может пойти против Трампа. В смысле уже перезбираться, потому что Трампа уже не будет. Спасибо, извините, у нас одна минута вообще эфира, так что давайте. Честно говоря, я не поняла, когда я хочу спросить у комсомолки, то комсомолку я... Нет, только насчет комсомолки. Понятно. Значит, комсомолка пока что на сегодняшний день, она как бы осталась не удел, за нее не очень хотят голосовать. Она может рваться вперед, как все наши крайне левые, но пока что она может только хотеть, потому что по возрасту она и пока никуда не проходит, а дальше посмотрим, что будет дальше. Как будет дальше, никто не знает. А то, что у нас самое страшное произошло, то, что у нас перестали существовать умеренные демократы. Вот вам и ответ, за кого нужно голосовать. Лен, спасибо за эфир и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин